Короче, Меченый, я тебя спас и в благородство играть не буду. Всем привет! С вами Смирнов Скул и сегодня мы поговорим об игре Сталкер Тень Чернобыля. Обсудим историю разработки, а также поговорим о том, почему игра приобрела культовый статус. Погнали! Игра Сталкер Тень Чернобыля вышла в 2007 году, но началось всё гораздо раньше. В 1995 году украинский разработчик Сергей Григорович основал студию под названием GSC Game World. Начинала компания с амбициозных попыток создать собственную версию Warcraft. Зачем? Чтобы сотрудничать с Blizzard, конечно же. Сергей вспоминает, мы взяли популярную игру Warcraft 2, взломали её, вытащили оттуда всю графику и написали к ней полностью свой код. Получилась наша программа, но с их графикой. В Blizzard такое творчество не оценили, и тогда GSC Game World занялась разработкой уже собственных игр. Особенно Сергея и его команду привлекал жанр стратегии. Так появилась серия Казаки, которая принесла студии известность в СНГ и за рубежом. Важным шагом в развитии GSC Game World стала разработка движка под названием X-Ray. Его фишка заключалась в достоверности рендера. Благодаря технологии отложенного освещения и затенения, даже в сложных сценах светотень выглядела реалистично. Сергей Григорович планировал выпустить большой хит и покорить западную аудиторию. Ставку сделали на проект под названием Lost Oblivion. Это был шутер от первого лица в духе Звездных Врат с роботами, инопланетянами и архитектурой древних ацтеков. Конкретного видения проекта у разработчиков не было. Сергей рассказывал, на каждом собрании звучала фраза «То, что мы делаем, полный бред». В 2002 году руководство компании переработало концепцию Lost Oblivion. Историю решили направить в другое русло и сделать игру по мотивам романа братьев Стругацких «Пикник на обочине» 1971 года. По сюжету книги, после инопланетного вторжения по всей Земле появились таинственные зоны с артефактами непонятного происхождения. Зоны попали под контроль военных, но появились и нелегальные исследователи, так называемые сталкеры. Разработчики решили убрать из сюжета пришельцев и заменить их аварией на атомные электростанции. Это сделало идею более приземленной. В качестве места действия игры изначально выбрали Крым. Причин несколько. Во-первых, гористая местность сократила бы пространство открытых площадок, наполнив кадры объектами. Во-вторых, в Крыму множество живописных локаций. Ну и третья причина — Крымская атомная электростанция. В реальности она не достроена, а в сюжете игры стала бы аналогом Чернобыльской атомной электростанции. Однако планы снова поменялись. Сергей Григорович увидел документалку о Чернобыле и решил все-таки перенести действия внутрь реальной зоны отчуждения. Возникли споры, насколько это этично. Для многих Чернобыль вместо скорби и сожаления — памятник одного из самых мрачных эпизодов истории. Игра о Чернобыле? Смело, конечно, но не будет ли это пляской на костях? Несмотря на сомнения, Григорович настоял на своем. Он стремился сделать игру уникальной, узнаваемой и, как следствие, продаваемой. Он понимал, что образ Чернобыля — шанс выйти на европейский и американский рынки. В апрель 2002 года разработчики поехали в Чернобыль за фото и видеоматериалом, а еще за вдохновением. Впечатления они получили просто море. Кладбище техники, полуразрушенные здания, рыжий лес — все это образы, которые из реальности попали в игру. Сергей Григорович вспоминал позже. Это, с одной стороны, депрессивное место, а с другой — очень живое. Не знаю даже, как объяснить, но оно очень успокаивающее. Я много путешествовал, но нигде не чувствовал ничего подобного. Разработчики вернулись в Киев, и работа закипела. Название игры поменяли на «Сталкер» с точками после каждой буквы, чтобы избежать проблем с авторским правом. Под заголовок оставили прежний — «Lost Oblivion». Постепенно оформился сюжет и конкретная история. В мире игры после катастрофы 1986 года Чернобыль был заброшен. Но несколько лет спустя в зоне произошел еще один взрыв. Но на этот раз совершенно непонятного происхождения. Окрестности ЧАЭС наполнились таинственными аномалиями и артефактами. Они изменяют гравитацию, излучают странную энергию и не подчиняются законам физики. По зоне бродят мутанты, монстры и сталкеры — нелегальные исследователи. Ходят слухи, что в центре зоны есть некий монолит, способный исполнять желания. А играть нужно за одного из сталкеров по прозвищу «Меченый». Он потерял память, но при этом осталась запись с заданием, которое Меченый должен выполнить. История в Сталкер почти скелетная. Ее сосредоточили в основном на серии квестов. Уникальности игре должны были придать возможности движка X-Ray. А разработчики решили внедрить искусственный интеллект в систему под названием Alive. Что это такое и как работает? Дело в том, что во многих играх NPC материализуются только в непосредственной близости к игроку. Стоит это идти на 10 метров, и они исчезают. В лучшем случае, когда игрок уйдет, неигровой персонаж будет ходить кругами по заданному ему скрипту. Система Alive должна была создать симуляцию реальной жизни, которая не зависела от игрока. NPC, как и герои, могли заниматься повседневными делами. Спать, драться, отдыхать у костра, искать пропитание или отбиваться от стаи бешеных собак. Исключение важной NPC, которая должна вести игрока по сюжету. Таким образом, Alive делала зону самостоятельным персонажем, и это поражало воображением. В 2003 году Сергей Григорович нашел для игры зарубежного издателя. Им стала компания THQ. Издатель предложил подзаголовок «Тень Чернобыля», который звучал более понятно, чем размытое Oblivion Lost. Выпустить игру планировалось в 2004 году. Но, как это всегда бывает, что-то пошло не так. Так, разработчикам пришлось переходить на новый движок. К тому же команда вкладывала все силы в качественную доработку. Графику старались сделать детальной и фотореалистичной, а физику – достоверной. Отдельные проблемы приносила пресловутая технология Alive, которая в реальности работала совсем не так круто и здорово, как в теории. Искусственный интеллект работал непредсказуемо. В одной точке карты то кипела жизнь, то не происходило вообще ничего. Из-за доработок выпуск игры перенесли на 2005, а потом на 2006 год. У аудитории возникали опасения, что с проектом что-то не так. А ведь за годы разработки у Сталкер уже сформировалось целое сообщество фанатов. Компания THQ в итоге поставила для GSC Game World конкретный дедлайн. Чтобы уложиться в него, разработчикам пришлось, скрипя сердце, порезать кучу элементов. Убрали часть локаций, некоторых монстров и животных, возможности ездить на транспорте. Уменьшились масштабы карты, да и систему Alive пришлось сильно упростить. Благодаря этим жертвам в марте 2007 игра наконец вышла. Причем тоже не без проблем. Незадолго до официального релиза игру слили в сеть, что негативно сказалось на продажах. Среди игроков мнения насчет Сталкер разделились. Часть аудитории была в восторге, потому что уникальная атмосфера игры сразу украла их сердечко. Другую часть возмутило большое количество багов. Игра постоянно вылетала и зависала. Тем не менее, Сталкер быстро приобрел огромную популярность и культовый статус. В течение ближайших лет появилось бесчисленное количество модов, мобильная версия и два дополнения. Чистое небо и Зов Припяти. Сталкер сформировал целую субкультуру, спровоцировал наплыв туристов в реальный Чернобыль. Появились ролевые игры, тематические турниры по страйкболу и даже фестивали. В 2010 году анонсировали Сталкер 2. Разработка второй части тоже затянулась. Релиз назначен на 2023 год. А какие у вас ожидания насчет сиквела? Пишите в комментарии. А теперь поговорим о том, почему Сталкер — особенная игра. Весь секрет в атмосфере. Чернобыльская зона отчуждения — это не просто сеттинг, а основа игры — ее сердце. Зона с ее мрачными пейзажами отличается от любой другой игровой среды. Это место настоящей исторической катастрофы. Несмотря на паранормальщину и мутантов, Сталкер ощущается реалистичным. Меланхоличная, унылая природа чем-то напоминает экранизацию пикника на обочине Тарковского. Разработчики не просто знали, как выглядит настоящая зона, они прочувствовали ее до глубины души. Фанаты до сих пор продолжают играть, обновлять и модифицировать игру 2007 года, чтобы погрузиться в ее завораживающую и жуткую атмосферу. Для создания игр нужно не только вдохновение и интересные идеи. Еще вам пригодится знание игровых движков. На курсе Смирнов Скул Level Art в Unreal Engine вы научитесь создавать уникальные игровые локации из готовых ассетов. Курс подойдет вам, даже если вы раньше не работали с Unreal Engine. Главное — готовность интенсивно практиковаться. Ссылка на курс в описании. На этом все. С вами была команда Смирнов Скул. Пишите в комментарии, что вы думаете об игре Сталкер Тень Чернобыля. Ну и, конечно, мы будем очень рады вашему лайку и подписке. Увидимся в топах ArtStation.